Волонтерский центр продолжает работу в Петрозаводске. Из школы номер 43 на Древлянке волонтеры от партии «Единая Россия» вывезли 18 продуктовых наборов в разные части города. Волонтерский центр продолжает свою работу. На этот раз вывоз продуктовых пакетов производился из школы номер 43 на Древлянке. Сегодня мы разводим продуктовые наборы для школьников. Это порядка 18 адресов в разных частях города. Икуковка, Древлянка, Центр. Всего в нашем центре «Единой России» трудится свыше 100 добровольцев. Они оказывают помощь гражданам, которые в этом нуждаются. То есть помогают лекарствами, продуктами. Иногда консультируют их, потому что многие жители переживают или не знают, как правильно пережить это непростое время. Конечно, сейчас только от нас и от каждого из нас зависит, как быстро все это закончится и как мы сможем свободно дышать. Поэтому я призываю всех, если это требуется, обращаться в наш волонтерский центр и оставаться дома. Волонтерский центр работает. Призываем граждан обращаться активнее за помощью, за поддержкой. Тем, кому она действительно нужна, кто не может сегодня прийти и здесь получить вот эти продуктовые наборы. Потому что, понятно, семьи большие и, к сожалению, заняты сейчас другими хлопотами, другими проблемами. И бывает, что очень тяжеловато приходить, забирать эти тяжелые пакеты. Сегодня вот буквально с этой школы, с 43-й, по этой школе поступило 18 заявок. И ребята-волонтеры повезли их по адресам, тем людям, которым эта помощь действительно нужна. Обращайтесь. Мы должны помогать друг другу, иначе будет тяжело. И это время нужно переживать именно таким образом. Помогая. Те, кто может помочь, пусть помогают. Хочется добавить, что волонтеры совершают свою работу с воодушевлением. И действительно рады, что они востребованы в столь непростое для нас время. Весенняя уборка Петрозаводска закончится на месяц раньше обычного. В контракте указано убрать карельскую столицу к 1 июня. Но благоприятный сезон позволил завершить работы к 1 мая. Депутаты и службы администрации города совершают объезд и следят, как убирается город. В этом сезоне поставлена строгая задача – убраться к 1 мая. Благо, зима позволила. Дмитрий, насколько вы удовлетворены уборкой при объезде? Сегодня мы видим, что подрядные организации активно убирают город Петрозаводска. И уже город преображается. Здесь надо отметить, что наступили в этом году благоприятные условия, которые позволили подрядчику приступить раньше обычного к уборке города. И на сегодняшний день уже значительная часть территории убрана. Особенно убран центр. И в ближайшие дни можно говорить о том, что практически весь город уже будет полностью убран. На сегодняшний день работают две подрядные организации. Это компания Техрент. Она убирает уличную дорожную сеть. Это тот смет, который каждый год образуется после зимнего периода. И комбинант благоустройства убирает парковые зоны. И сегодня мы видим, как в данной зоне подрядчик убирает, например, листву, старые ветки. Да, идет уборка от смета, от листвы. Соответственно, Галиковский парк примерно 3-4 дня подрядчику потребуется на уборку. Одном моменте мы видим, что идет рубка кустов. Сразу же они измельчаются. Специальная техника стоит. Поэтому безотходное производство. Дальше это мульча также используется в присыпке кустов на других территориях. Весь смет, вся листва также утилизируется на специальный полигон в местечке Орзига. Поэтому жестко за этим следим. Требуем подтверждающие документы. Поэтому каких-то проблем с подрядчиком нет. Скажите, обычно практика, что к концу мая, к 31 числу, должны убраться. А в этот год, я так понимаю, мэрия поставила задачу к 30 апреля. Вот жестко вы задачу ставите. Как вы думаете, выполнят они ее? Да, действительно, по одному из контрактов, не по комбинату благоустройства, а по обслуживанию уличной дорожной сети, у техрента действительно срок установлен 1 июня. Комбинат благоустройства должен к 15 мая. Но это такой, скажем так, средний сложившийся срок по погодным условиям, когда подрядчик имеет возможность прибрать все территории. И действительно, в этом году, ввиду, скажем так, особых погодных условий, и одному подрядчику, и второму, действительно, поставлена задача максимально, значит, город убрать к 1 мая. Все условия, повторюсь, для этого есть. По комбинату благоустройства мы только что разговаривали с руководителем. Каких-то опасений нет. Большинство территорий, действительно, к 1 мая будет приведено в порядок смет. Вот в объеме 60 тонн уже убрано. Остается только сгребание листвы, ну, это и рубка, и утилизация, скажем так, кустов. Поэтому здесь мы надеемся, что поставленные сроки, да, будут соблюдены. Обратим внимание, что все сотрудники находятся в соответствующей пандемии экипировки. И перчатки, и маски, не говоря о том, что люди работают на достаточном расстоянии друг от друга. Врач судебно-медицинской экспертизы обратился к жителям Петрозаводска. Полноценное внедрение и тестирование в Петрозаводске привело к реальным показателям заболевания коронавирусом. Среди депутатов Петросовета есть люди разных профессий. Мы обратились к депутату Александру Антипову, доктору по своим профильным занятиям, с вопросом о более активном распространении заболевания коронавирусом в Петрозаводске. В это непростое для всех время мне бы хотелось обратиться ко всем жителям города Петрозаводска. Пожалуйста. Уважаемые петрозаводчане, несмотря на принимаемые меры на государственном и республиканском уровне, число заболевающих людей коронавирусной инфекцией в Карелии и городе Петрозаводске продолжает расти. Это высококонтагиозный вирус, и приходится констатировать, что в группе риска находятся не только наши пожилые родители, но и люди всех возрастов. На сегодняшний день самым эффективным методом профилактики заражения этим малоизученным серьезным заболеванием остается метод самоизоляции. Соблюдать его, конечно же, очень непросто, и все это уже почувствовали. Но другого выхода, как остаться под защитой родных стен, просто нет. От лица председателя Петрозаводского городского совета Геннадия Боднарчука и всего депутатского корпуса призываю вас максимально ответственно отнестись к рекомендациям оставаться дома и соблюдать все меры предосторожности. Тем самым вы сохраните не только свое собственное здоровье и здоровье ваших близких людей, но и поможете всем медицинским работникам, находящимся сейчас на передовой, спасать жизни самых тяжелых пациентов. Ну да, действительно, хочется спасибо сказать. Вот иногда в интернет приходят эти кадры измученных медиков, которые просто валятся в коридоре от своей работы. И мы вот видим за вами набережную, в принципе, народу мало. Народ соблюдает эту самоизоляцию. Есть у власти представление, когда пик будет, сколько мы будем ждать, сколько мы должны сидеть дома? К сожалению, на этот вопрос на сегодняшний день никто не сможет ответить. Единственное, хотелось бы сказать, что только в наших силах на сегодняшний день остановить развитие заболевания, остановить число заболевших и распространение вируса в целом. Но сделать это можно только совместными усилиями, сохраняя спокойствие и благоразумие. И мне хотелось бы, конечно, пожелать всем терпения и удачи. Будьте здоровы! Доктор, еще вопрос, если можно. В последнее время буквально по 5 человек заражаются у нас в Карелии люди, а долгое время было 5. Это о чем говорит? О том, что у нас тестирование улучшилось, либо действительно вирус стал развиваться, распространяться активно? По моему субъективному мнению, эта ситуация комплексная. Во-первых, это связано с полноценным внедрением тестирования в городе Петрозаводске. И, как бы это ни прискорбно звучало, с распространением инфекции. На этом сегодня все. Спасибо. До свидания.